Приветствую. Меня зовут Андрей Забара, я театральный режиссер, и область моих профессиональных интересов находится в алхимии и театре. И из этого среза алхимической символики и искусства я и собираюсь построить эту речь. И мы в этом видео разберем возможности пересечения алхимических образов, основные тенденции и идеи алхимического делания и то, как это сообразуется с искусством, с творчеством в живописи или в поэзии или же в театре. А также кратко обсудим какие-то основные вопросы алхимии и какие-то бытовые вещи, как, например, эта наука, может, это искусство, может, сейчас в нашей жизни человек 21 века хоть как-то существовать учился в электротеатре Станиславский, в различных лабораториях и педагог сейчас. Мы находимся с вами на канале дискуссионного клуба «Человек. Есть мера всех вещей». Когда мы говорим «алхимия», нам представляется какая-то псевдонаука. И слава богу, что это так. Это не лука. И очень важно, что она именно псевда. Почему псевда? Потому что в алхимии присутствует элемент запутывания. И мы разберем, почему в алхимии очень важен элемент запутывания, при этом связанный с конкретностью. Но перед этим, как к ней вообще относиться? Главный вопрос стоит, брать ли в расчет реальные субстанции, реальные металлы. То есть, если мы говорим, что цель алхимии – это создание золота. Какое золото мы будем подразумевать? Внутреннее психическое золото, то есть золото как метафору чего-то. Или же мы будем иметь в виду золото конкретное, золотое. Вот если мы скажем, что мы имеем в виду золото внутреннее психическое, то есть последуем за Юнгом, за Майринком, за всеми этими ребятами, то мы рискуем попасть в некоторую ловушку, которая заключается в том, что мы скажем, что алхимия – это только про какие-то сновидения, про нечто внутреннее и тому подобное. Однако, существуют некие ребята, например, Джеймс Хиллман, автор «Постюнгенеанец», автор книги «Пересмотр психологии», который говорит о том, что нам необходимо брать реальные субстанции, работать с реальными субстанциями. И это очень интересно. Кто такие суфлёры? Существует такое понятие суфлёров, то бишь тех ребят, которые действительно там брали всякие реальные материи и очень долго пытались сделать из них золото. Их презрительно называют суфлёровы. То есть это люди, которые настроены на обогащение, на реальное золото. Однако, если мы опустим реальные субстанции, то мы можем попасть в совершенно мир иммагинального и воображаемого. Поэтому где-то посередине, между реальными субстанциями, то есть реальным золотом, реальным оловом, солью, древесиной, корой, лунным светом и между лунным светом и сна, золотом в нашем воображении, как мне кажется, и следует нам находиться, чтобы по этой извилистой дорожке хоть как-то пройти. А как работать с реальными субстанциями? Ну вот, например, если вы посмотрите, как действительно плавится вполне себе простое золото или простое олово где угодно, на Ютубе или что гораздо лучше в реальности, в этом как бы трансе, когда вы увидите, как действительно изменяется материя, реальная материя, вы можете ощутить какие-то... Это завораживает. И вот это заворажение, оно крайне важно вот в этой работе. А к чему, собственно говоря, идет эта работа? Она идет к тому, что называется Ляпис Финсофорум и Философский Камень и разные другие образы, типа Феникса, Гермафродита, Рубеда. Что это вообще такое? Ну, с точки зрения Юнга, который открыл нам эту саму алхимию, который обнаружил, что образы алхимические каким-то образом из этих средневековых книг, каким-то образом эти странные образы относятся к нашему бессознателю. Что есть очень много совпадений между с нами душевных больных, между с нами пациентов и между этими странными алхимическими образами из давно вообще забытых книг. Так вот, по мнению Юнга, основной вектор делания, зачем вообще заниматься как алхимией, так и психоанализом, заключается в понятии самости, в этом архетипе самости. который, ну, очень сложен для понимания, имеет различные интерпретации и тому подобное. Ну, вот, драгоценный камень, какая-то соль и сна, свечение. Вот похожего рода образа они как-то могут нам намекать на то, что разные люди по-разному называются, то есть мастер Эккорд называет сущностью, или же сверх-я, или же вот эта вот самость. Ну, как будто бы есть наша личность, которая связана с общением с людьми. То есть люди с друг другом общаются, и наращивается некая личность. А кроме этого, как будто бы есть некая сущность. То, что совершенно не обязательно находится в области коммуникации. А отношения с этой сущностью могут быть направлены как вовне, так и вовнутрь. Хотя есть эти Максимов, что внутри, то есть снаружи, но это другой вопрос. Возвращаясь к этому, эти образы камня, феникса, священного гермафродита, то есть соединения различных полярностей, направлены на то, чтобы сформировать вот эту самость. Однако, если вы заметите, все это несколько однонаправленно. То есть это напоминает некий монотеизм в каком-то смысле. Мы направляем наше движение к какому-то центру, к какому-то пусть и священному центру. И можно в этом усомниться. Все ли в нас направлено к этому центру? А можно и не усомневаться в этом и продолжать это движение. Но вот по Юнгу цель алхимии — это некое приближение к этой психике, то есть либо к нашей самости, либо к какой-то коллективной. Вот нечто такое. И здесь мы сталкиваемся с противоречием. Если мы хотим открыть некую внутреннюю суть, то зачем ее надо так запутывать? Потому что как будто бы все в этой алхимии нас запутывает. Мало того, что эти образы совершенно непонятны. Ну, например, как нам, людям 21 века, найти меру тепла курицы, которая высиживает яйца, и различить меру тепла курицы, которая высиживает яйца, от меры тепла каких-то экстрементов экстрементов определенного животного и различить эту меру тепла от определенных градусов атонория. Это три разные меры тепла. Как нам это различить? Как нам вообще понять, как они отличаются, эти разные меры тепла? Алхимия при всей ее воде в некие заблуждения остается конкретной. Она очень конкретно говорит, Парацельс конкретно говорит, нельзя получить Солнце без работы с Луной. Нельзя получить что-то без работы с этим. То есть эти тезисы, которые мы встречаем в алхимических книгах, крайне конкретны. И вот в этой конкретности, что надо сделать все именно так, а не так, нужно выбрать именно определенную росу, именно в определенное время астрологическое. И нужно именно столько-то дней их там выпаривать, какие-то вещества. С этой конкретностью, которая одновременно водит нас в заблуждение, хочется задать вопрос, как с этим обратиться? И что это вообще значит? Что это за безумие? Если мы заинтересованы в этом. Вот философ Вальтер Беньямин пишет относительно Кавки, что конкретное, максимально конкретное, максимально и неосуществимое. То, что максимально конкретно, именно это максимально невозможно к осуществлению. Ну, можно с этим поспорить, но думаю, что максимальная какая-то конкретизация, причем смутных материй, как раз-таки наиболее трудно осуществима. Как будто бы все пытается запутать. А зачем это нужно? В театре, когда я занимался, возникали точно такие же схожие моменты. Нас специально пытались запутать на материале Платона. У Платона мы тоже можем увидеть очень много каких-то сложных диалогов Платона. Мы видим крайне сложно, какие-то как будто бесполезные завихрения мыслей. Зачем людей путают? Зачем вообще это путают? Возможно, путают не людей, а путают наш Логос. Наш осветляющий Логос, который очень нам важен, без которого, также говорит алхимия, нельзя проникнуть в эти подземелья. То есть в этих скрижалях Гермеса Трисмегиста есть этот светильник. То есть нам нужен светильник для взаимодействия с этими материями. При этом Логос каким-то образом следует исключить. Ну вот есть такой образ, самый известный, алхимический образ. Это зеленый лев, пожирающий солнце. Как к нему относиться? Если вот говорить так очень просто, логически, то самая известная интерпретация этого образа, это растворение эго. Можно также искать, что это растворение нашего обычного мышления. Зеленый лев, то есть растворитель, то есть то, что нас растворяет, это то, что растворяет наше привычное понимание, нашу метрику, наш привычный мир. Это то, что погружает нас воды бессознательного или просто воды. Как будто бы вот этот процесс необходимо пройти. Евгений Головин так и называет это режимом воды. Есть режим земли, то есть довольно устойчивых материй, а есть режим воды. Как вот относиться к режиму воды? Для меня это, например, если вы, ну, как я это, например, ощущал, это, например, если представить, что все начинает течь. Если вы представите, что стол начинает течь, компьютер, с которого вы смотрите это видео, или телефон начинает растекаться или плавиться, и мир начинает плавиться, то есть уходить от каких-то ясно выраженных очертаний, можно легко погрузиться в этот самый режим воды, где мы столкнемся с напряжением, с напряжением нашего разума, которое будет сопротивляться, собственно говоря, этим метаморфозам, метаморфозам. И дальше нам следует понять, как обращаться с этими самыми ассоциациями, синхронами. Но я думаю, этот процесс очень понятен всем творческим людям, потому что он непонятен. Ну, например, в реальной жизни, в режиме Земли убить кого-то для нашего гуманистического сознания может быть недопустимым. Однако в режиме воображения, в режиме сна убить кого-то может быть необходимо. Ну, какое-то свое внутреннее содержание, то есть необходимость проявить агрессию по отношению к своему внутреннему содержанию. Это может быть необходимо. И далее мы сталкиваемся с тем, что законы нашего мира рационалистического в другом мире, в мире воображения начинают претерпевать какие-то изменения. Это вот что касается воды. Вот в алхимии есть понятие сухого пути и влажного пути. Евгений Головин наш известный поэт говорил о том, что этим самым режимом воды шли такие поэты, как Нерваль или Эдгар Алланпол и все это связано с тем, что Юнг назвал бы инфляцией, затоплением нас с сознательными переживаниями. Есть и другой сухой путь. Однако когда мы пытаемся как в этой лекции это уразуметь, не сталкиваемся ли мы с тем самым проявлением логоса. Многие постингенианцы пишут, что Юнг, открывший нам мир алхимии, тем самым крайне далеко от этого собственного мира ушел. То есть у нас есть некие понятия. У нас есть понятие эго, у нас есть понятие инфляции, бессознательного переноса, контрпереноса. Так же, как и в поэзии у нас есть понятие метра, рифмы, концепций. Это сейчас очень хорошо заметно в современном искусстве. То есть понятие телесности, перформативности, партиципаторных практик, инклюзивного театра, сайтипецифик театра, несмотря на то, что являются довольно ясными, концептуально выверенными понятиями, причем сделанными очень серьезными историками культуры, эстетики, теоретиками, тем не менее, когда мы с ними работаем, так и оставляют нас в пределах нашего логоса, что суживает. Вот можем ли мы вынести суждение, что это зря? Да. Что это важно? Да. Здесь мы находимся в, если мы попытаемся расширить некое наше понимание, между этим и этим, то есть в некой балансировке. Правильно ли эта балансировка? Нет. Мы можем уйти из этой балансировки, может быть, она не верна. То есть вот этот стиль, который можно назвать апофатическим и следуя тем опровергнуть эту самую апофатику. когда он говорит, что мы находимся внезапно в некой ловушке языка. Я думаю, что крайне сложно про это говорить и неспроста. Зачем это нужно? Чтобы вырваться из некой ловушки языка. В этом смысле есть такой Антонин Арто, тот, кто говорит про некий театр жестокости. И этот театр жестокости связан с понятием тело без органов. Что такое тело без органов? Это если мы вырвемся за пределы всех нами высказываемых дискурсов. Тогда мы окажемся в неком теле, которое лишено органов. И так же, как вода стекает по тому, чему мы знаем, деформирует это понятие, так и наше тело по Арто может стать крайне восприимчивым. Что мы имеем вслед за этим? Мы оказываемся в ситуации, где ничего не понятно. В середине лекции и одновременно что-то понятно. Мы оказываемся в ситуации сомнения и необходимости это сомнение прояснить. И мы подходим к некому интересному моменту алхимическому, который Густав Майринг описал как «мочь не зная что». В ангеле западного окна есть вот эта сцена, где главный алхимический роман, где главному герою необходимо сделать что-то, чего он не знает, что сделать. Когда вот мы знаем, что нам сделать, мы это можем сделать. Но когда от нас требуется напряжение психических, этических, сознательных, любых усилий, чтобы сделать нечто, чего мы не знаем, что, здесь в какой-то момент мы подходим к какой-то очень важной точке. Возможно, это и не следует сделать. Но как будто что-то нужно сделать. Создается некое напряжение. Как справиться с этим напряжением, которое заведомо тебя путает? С помощью, например, искусства. С помощью, например, творчества. Мы говорили о том, что все в алхимии очень трудно артикулировано. как понять образ, я не знаю, мочи, мальчика, девственника. Что это вообще такое? И можно ли его однозначно понять? Сказано прямо, существует прямая материя, первичная материя, и вам необходимо взять мальчу, мальчика, девственника, потом сульфур и сделать какие-то изменения с этими материями. Как вообще притолкнуться к этому? Во-первых, мне кажется, мочь, не знаю как, то есть делать, несмотря на то, что ты не понимаешь, что это такое. Вот Хиллман, например, так описывает эту крайне интересующую миниологичную мальчика-девственника. Почему это именно девственник должен быть? Крайне странно. Вот он психоаналитически говорит так, что есть понятие соли, которое связано это его трактовка, и нам правильно сделать собственные трактовки этого терапия, этого образа, вернее. Но он описывает это так. Есть некое понятие соли, определенной соли, и понятие пота, мочи или еще чего-то возвращает нас к переживанию нас самих. это какая-то очень жгучая материя, которая при этом именно наша. Это наш пот, это наши слезы, это наша моча, это что-то наше. Это как будто возвращает человека, пациента в случае Хиллмана к самому себе. То есть происходит некое возвращение, некая четкость, ясность, которая может быть крайне полезна, если вы, например, утонули в каких-то водах бессознательно. То есть вам необходимо возвратиться к переживанию исключительно самого себя. И это значит, что если вы погрузитесь в свое прошлое и найдете там то, что еще даже лишено сексуальности в каком-то смысле, или что аутоэротично, но что принадлежит именно к вам, это может быть связано с переживанием стыда, которое очень важно. то вы можете взять эту материю и дальше вам необходимо ее нагреть, например. Как это сделать практически? Да черт его знает как. Например, воображение, в внутреннем воображении с закрытыми глазами, в открытом воображении. То есть если вы ярко представите у себя на руке какой-то образ, то, что Юнг называет активным воображением, и что-то с ним сделаете. А также это возможно в теле. Тут вот мы подходим к практикам театра, например. То есть и к практикам этого режиссера Ходоровский. Ходоровский говорил, вот представьте себе, вам, например, плохо, он это в контексте птихотерапии, свинцовый шар в груди. А теперь представьте, что вот этот свинцовый шар это ваша личностная депрессия, и что ваше тело заполнено свинцом. Но этот свинец это ваша личностная апатия. А теперь, говорит Ходоровский, начинайте его плавить. Плавить каким-то внутренним мощным усилием этой плавки. и тогда вы начинаете эту депрессию из себя изгонять, эту апатию. С вами что-то может происходить. И тогда происходит сильное нагревание. Я вот, например, в данном моменте это сделать не могу, чтобы выпнуть депрессию, требуется очень много огня, который мне нужно достичь в каком-то экстенсивно-экстремальном нагреве своих психических и физических сил. Однако это возможно сделать их теле. То есть наше тело мы можем мыслить как сосуд, как прозрачное тело, тонкое тело. И мы можем запустить туда какое-то переживание или какую-то материю, например, любви. То есть если мы наполнимся любовью, ну, сосуд тела, мы можем наполнить любовью к чему-то, к какому-то близкому человеку. А потом мы можем это сжечь. Мы можем сжечь в нашем теле любовь, которую мы поместили туда нашего человека. Так, чтобы полностью от нее отказаться. и если такое вы совершите, вы, конечно, а, можете почувствовать, а, можете почувствовать, но какой-то психический процесс может запуститься. И это тоже метод работы современного человека с этими алхимическими образами, с закрытыми глазами, с открытыми глазами, активное воображение в теле или же в творчестве. Ну, творчество это слишком обширно, то есть писательство, скульптура, что угодно. Это отлично отдельно. Как вообще занимаются алхимией в творчестве? Супер по-разному. Тут мы встаем к следующему вопросу. Алхимия это образа, да? Творчество это образа. Значит, мы можем любой образ взять из алхимии и привлечь к искусству и сказать, о, алхимический образ в искусстве. Поэтому можно сделать так, а можно быть более аккуратным. Ну, то есть говорить только про конкретные образы. Вот, например, у Босха есть жаба, да? Очень много каких-то странных жаб. И мы можем сказать, что вот этот образ жабы это определенная вот из алхимических гримуаров теза. мы можем взять голубой период Пикассо и сказать, что это вот момент алхимической стадии. Ну, это как бы есть голубой период Пикассо. Это понятие некой грусти. Ну, там очень грустные какие-то вот вещи. Мы можем сказать, что это вот из алхимической какой-то стадии, салюцию, например, растворение. потому что понятие грусти связано с какой-то алхимией. Можем так сказать, можем, можем спокойно, а можем и не сказать. То есть дело в том, что алхимия работает со стихиями. Это вот следующая некая важная часть. А со стихиями работает вообще все. Ну, то есть начиная с Древней Греции, всем нам знакома эта школа. Поэтому появляется некий некоторый человек, имя которому Гастон Башляр. Почему он важен? А он правда очень важен, потому что он вместе с Хиллманом создает некую оппозицию тому лагерю, который собирается в начале и в середине 20 века, то есть с развитием психоанализа. Получилось множество трактовок искусства как психоаналитических трактовок. Грубо говоря, все поняли, что с помощью Фрейда, и Фрейд этим тоже занимался, мы можем любого художника психоаналитически интерпретировать. Потом появляется Юнг, мы говорим, с помощью Юнга можно это искусство психоаналитически интерпретировать. То есть возник очень четкий такой лагерь. И даже с нашей любимой алхимией, а я лично ее люблю за как раз то, что она не дает ответа, мы можем все, что угодно интерпретировать или психоанализировать. Вот это некая психоаналитическая школа. Выявляется Гастон Башляр, который говорит, можно, а есть и нечто потенциально другое. Поэтический образ, говорит Гастон Башляр, и очень большая школа след за ним, не интерпретируем. Его суть и заключается в поэтическом его образе. Но это надо ведь доказать как-то. Нельзя же просто так сказать. И он пишет четыре исследования, посвященные стихиям в творчестве поэзии. Первая книга называется «Психоанализ огня». Да, он еще находится на этих ступенях. А остальные книги называются «Вода и грезы», «Воздух и грезы» или «Земля и грезы». Это не точно название, но вот как-то так. То есть он пишет про стихи, он берет стихи, изучает множество поэтов, малоизвестных, причем каких-то французских и известных в том числе. И говорит о том, что их образы в какую-то одну из стихий различных можно каким-то образом систематизировать или уместить. И получается множество всего. Ну вот, например, есть более известная его книга, которая нам всем известна, это «Поэтика пространства», где он пишет о том, что существует некое счастливое пространство. и там он говорит, ну вот, всем нам известный такой образ, зима, домик, и в этом дальнем домике горит свеча. Или же, почему у нас возникает чувство уюта, если мы находимся в домике, а там какая-то шум, какая-то вьюга, метель, а мы в домике. Что притягивает нас к сундукам? Почему нам уютно в гнезде? Вот он говорит, что это нечто особое, что мы можем это интерпретировать психоаналитически, но это что-то особое. А вот именно вот такие образы, они и соприкасаются с алхимической какой-то символикой, потому что это связано с нашим личным или интимным. Наша личная и интимная это может быть нам явлено в образах сундука или какого-нибудь какой-то склянки из эфирной соли, полупрозрачной. Это наше личностное интимное, это связанное с нашим детством. И вот именно какая-то определенная склянка или еще что-то, это является нашим внутренним глубинным содержанием. Вот эти переживания, как ну их огромный спектр. Поэтому вот Башья каким-то образом подходит к алхимии через стихии, которыми управляет эта алхимия, и через интимное личностное, потенциально непонятное, и открывает нам стихию алхимии к поэзии. Вот как-то так. Однако не только наше личностное интимное, но и коллективное мы мы можем наблюдать в этой алхимии. Есть вот такая невесомость, я это ощущаю, например, Фенрири. Вот в этом скандинавском мифе есть очень интересный момент, из чего сделана цепь Фенрира. Я могу забыть, она сделана из шума кошачьих шагов, из бороды женщин, и из еще чего-то. То есть эта цепь, крайне мощная цепь, сделана из несуществующих элементов из бороды женщин, из шума кошачьих шагов. Вот эта некая невесомость, которая еще есть на картинах Ремидиус Варо, которая как раз целенаправленно изучает алхимию. Эти странные субстанции, которые как будто хлопаются при свете, они невесомые. Из снофли, из еще чего-то. Вот что-то они обозначают. У Мандельштама есть вот такая известная строчка «Не отвязать неприкрепленные лодки». Или что значит «Не отвязать неприкрепленные лодки»? Что-то странное. Нам остаются только поцелуи, мохнатые пчелы. Или что-то «Я даю тебе мед умерших пчел». Не помню, как точно называется строка. То есть какая-то странная субстанция мертвых пчел, чего-то крайне невесомое, какая-то другая материя, которой очень много в поэзии. Вот взаимодействие с этой более тонкой невесомой материей это тоже какое-то взаимодействие. Она невесомая. А при этом есть и твердая материя. Твердая материя. Потому что если вы, например, возьмете обычную стол, соль, столовую соль и попробуете соль, возможно, вы вспомните, что вкус этой соли напоминает слезы, когда вы плачете. Это просто объясняется, потому что когда мы плачем, слезы соленые. Но вроде соль и слезы нам сперва не приходит в голову ассоциация. Однако если попробовать поваренную соль и потом опустить ее в грудь, то можно даже словить это воспоминание какой-то боли или грусти. Вот есть такое понятие, как соль в алхимии, очень важное понятие. Хиллман говорит, что это некая боль, что есть соляные копии нашей внутренней боли, контейнирования нашей внутренней боли, исключительно нашей внутренней соль. И лично на моем опыте, когда происходит какой-то болезненный разрыв, расставание или что-то очень болезненное, тогда соль, вот эта внутренняя боль, она как-то фиксирует нас. Она нас фиксирует. Тогда может проснуться цинизм или еще что-то. Психологически можно назвать границы уясняются или вот еще что-то, потому что она напоминает нам о важности эго нашего или самого себя. есть противоположности, когда мы расплываемся в любви и тогда наши границы наоборот расплываются. Это сахар. Тот же, что находится на нашей кухне. Сахар это нечто сладкое, это противоположность соли. Это вот что-то другое, он может даже быть приторгом. Вот в нашей речи мы часто используем алхимическую речь. Например, ноги как свинцом налиты. Почему свинцом? А свинец это из алхимии. Или, например, я окрылен любовью. Вот этот крылатый сульфур, крылатый эрос, это вот очень летучая ртуть, это очень известное изображение алхимического. Или же вот на примере театра это очень заметно. Например, остыло, зал остыл. В театре или в ораторском искусстве зал остыл. Почему зал остыл? Как он может остыть? А при этом он остывает. Или, например, говорят часто писателям, дай материалу немножко полежать или остыть, зафиксироваться, оставь его. А потом вернись с холодной головой, тоже образ какой-то температурный, холодная голова. Или, например, он горячая голова. Или вот что-то такое. Почему холодная, горячая? Почему нужно дать материалу остыть, прежде чем снова к нему вернуться? Это как будто какая-то материя, которая может остыть, которой надо полежать. Или вот что-то еще. Или тебе надо остыть. Почему тебе нужно остыть? как некой материи, которой нужно остыть? Очень много вот этих образностей алхимической нашей речи. То есть мы это часто употребляем. У меня ватное тело. Уже не свинцовое, а ватное. Ватное тело. Ну, здесь уже просто субстанции, не совсем алхимия. Вот Гастон Башлярк это и заметил. в его психоанализе огня он вдруг начинает понимать современную науку, ему современная, он был научным человеком, использует интуитивно случайно образы, которые используют алхимии. Образы даже не алхимии, а образы субстанции. То есть как Юнг заметил, что наше мышление почему-то схоже с субстанциями, так и наше мышление относительно всего связано с какими-то субстанциями, которые мы можем изменять. Вот. У Шекспира есть вот такие строчки «Мы сделаны из вещества того же, что наши сны». Это очень алхимическое высказывание. Понимаете, из вещества. Не просто из-за чего-то, из-за там маи или еще чего-то, из-за вещества. Очень тонкого и невесового. В этих патрах там как будто запечатлена некая процессуальность. То есть состояние смысл какой-то процесс. Да, конечно. Именно процессуальность, ну, да, главное, что есть еще действительно не только субстанция это очень важной области. Я совершенно про них забыл. А именно образы. Образы, то есть Феникс, Гермафродит и вот эти различные картинки. Лев, пожирающий солнце. Или там, ну, добыча руды. То есть вот эти образы, они как бы потенциально мы можем их интерпретировать, да, однако они и суть метафора. Метафор, например, вот эти стадии. Говорят, что Рубеда, красная стадия, это детская игра. То есть это некая подсказка. образ детской игры. То есть Рубеда это такая же, как детская игра. Что вот это значит? что значит совсем другой король, который сидит в красном одеянии с короной? Что значит жениться вот на этой королеве? Мы можем сказать, брак, алхимический брак, важная стадия алхимии, она совершается только в нашей психике. То есть закрытыми глазами, или неважно, это то, что происходит в глубине, нас. Это часть нас объединяется с другой частью. Мужское с женским или вот что-то такое. Однако то же самое возможно и во внешнем мире. То есть люди проводят некие проекции. Мы можем отказаться от этих проекций, смотреть на них конкретно, а можем смотреть на них как на проекции. поэтому какие-то иллюзии могут привлекать или вот еще что-то сделать. Этот же брак алхимический отчасти возможен и в соприкосновении с какой-то реальной жизнью. Когда вот нам преподавали, нам преподавали люди, которые давно занимаются театрами, наследники определенной традиции игрового театра Васильевского, нас учили, смотрите материями. То есть можно сделать сцену в материи глины. Если вот, например, двигаться как будто бы пространство вокруг Вас сделано из глины, то есть очень тяжело, то, во-первых, в Вас может появляться некая тяжесть. Во-вторых, зрителям, которые посмотрят на пять людей, которые двигаются в пространство глины, возникает какой-то ощущение тяжести. Может такое возникнуть эта тяжесть. И у Вас это может возникнуть. Если же вот Вы сделаете простой жест, поправить волосы, Вы можете это сделать в материи глины. И сказать, привет, как дела? Я ведь как-то так говорю, да? А теперь пространство сделано из воды. Тогда Вы можете это сделать совершенно иначе. Привет, как дела? Или же, например, пространство сделано из потоков воды, которые тревожат. И какой-то поток воды вздымают руки вверх и Вы приедете как дела? Или же, например, пространство сделано из легкости, то есть бабочки в теле или в животе, то есть в теле как в сосуде бабочки. Может быть там пархами или там излучение. Я делал более углубленно, то есть в моих личных исследованиях я вот до чего дошел. Первичное понятие огня. В алхимии вообще и в театре тоже. То есть вот я с Вами говорю сейчас, да? У меня какое-то состояние определенное, да? А если я буду прыгать с парашюта, то у меня будет внутри другое состояние. Вот как это показывают? Вот так. То есть внутренняя динамика это называется. Нам говорили тело это как банка. То есть в банке есть различная динамика. И в слове есть тоже различная динамика. Банк, понимаете, сосуд. В слове есть различная динамика. Есть, например, слово как какая-нибудь струйка воды, да? А есть слово там как? Камень! Ну, это не камень сейчас был. Ну, или там стрела! Различные динамики слова. Слово это банк. Тело это банк. То есть сосуд. В банке вы можете делать все, что угодно. Ну, так же, как и вы, наверное, в жизни. Вы можете ведь как угодно обращаться с этой самой банкой, с жестом, например. Вот, в общем, множество еще есть. А, ну вот, материя огня. Вы как бы, ну, может, в театре, например, очень важна огненная динамика. Когда вы выходите в тюд, вам важно как бы быть очень на большом градусе, как говорят, градусе энергии. вам нужно быть какой-то идеей очень сильно гореть. Можете выходить, как тоже пишут, в театр нужно заходить, на сцену нужно заходить как в воду. Каждому, кто играл на сцене, это понятие определенно понятно. Каждый это может подтвердить, когда вы выходите в этюд или на сцену, вы попадаете в воду. Это некая вода, потому что вы играете и вы по какому-то течению плывете. Она может быть холодной, горячей, и это сложно объяснить, но это правда так. Вода там сразу же появляется. То есть стихии, нагрев и образ. Но есть и более сложные понятия. Это, например, чем искусство отличается все-таки от великого искусства. Телеологическая перспектива. То есть вот есть символ волхимии, который обозначает итог великого делания. Искусство не всегда направлено в наше обычное искусство, театр, поэзия, не всегда направлено к цели. Этим обычное искусство может отличаться от великого искусства. В волхимии это все-таки определенная религиозная в каком-то смысле практика. Она направлена на что-то. Там всегда присутствует номинозная святость. В искусстве же обык, мгновенном, в театре, в поэзии, в живописи не всегда люди могут иметь дальние цели достижения каких-то рубежей рубеда или ляписа или еще чего-то. Поэтому, мне кажется, можно провести отличия между искусством обычным и королевским. как же нам бедным людям бедным хорошим людям в 21 веке приблизиться к практике алхимии. если вы, например, это не мой пример, известный, но правда хороший пример. если вы, это Галаим, по-моему, писал, если вы нальете в диску воды обычной и поставите ее на подоконник под лунный свет и некоторое время оставите ее там. А потом вы ее заберете и она как будто наполнится лунным светом. И вы потом это с чем-то смешаете. То есть, если вы, например, ее выкидете, вы будете какой-нибудь славянской магией в этой записи. Но если вы что-то иначе к этому отнесетесь, к этому блеску, то это уже будет ближе к какой-то алхимии. Сны. Сны. Самое важное запоминать. Сны. Брать оттуда субстанции. Эти субстанции с ними писать их в каком-то дневнике или дневнике сны. Не только лично мое мнение, не анализируя их. В этом и есть их достоинство. Вам приснилось, например, какая-то порошок какой-то или костяной шар. Не анализируйте, просто возьмите и побудьте с ними в бессознательном. Просто запомните этот момент. Представьте ярко какую-то эту материю из вашего сна на ваши руки в реальности. Сожмите ее. Съешьте ее. что-то такое. Попробуйте чувствовать и смешивать различные материи в вашем теле. Например, понаблюдайте как поэты за материей. Это очень личностная вещь, которая на самом деле, как мне кажется, ведет нас к самым глубинам нашего какого-то не я, а вот чего-то. Детство. Самое главное детство. Вспомните образы из вашего детства. Нарисуйте их, запишите их, отфантазируйте их, взаимодействуйте с ними. Материя из вашего детства. То, как вы лепили из глины, возможно, в самом детстве. Всего такого. Как вы окружите эту жизнь, вашу этими образами. И это может быть столь же бесполезно, сколько и глубинно важно. Мне кажется, важность именно бесполезности. Кому это нужно, если вы не поэты? Даже если вы поэт, кому это нужно? В этом заключается огромная сила. Может, это ближе к поэзии, но в психоанализе вы там для себя что-то пытаетесь понять. Терапии, вы углубляетесь, что-то изучаете. А в алхимии вы отчасти можете что-то создавать. Что-то создавать как бы, ну вот, это лично для себя. Чем это бесполезнее, чем это в сторону уходящее. Алхимия это то, что создается в одиночестве и абсолютно бесполезно. Если у вас есть дело, которое вы делаете в одиночестве и которое абсолютно бесполезно без каких-то либо целей, вполне возможно, это то, что имеет отношение к алхимическому делу. Почему алхимическое делание считается абсолютно бесполезным? Почему это бывает? Это же физическое и духовное. То есть это же не зря великое делание. Это истерционно бесполезно словно. Да, это просто видимо есть какие-то течения в алхимии. Я имею в виду как подбрать, потому что это абсолютно так. Почему великое делание? Я это делаю не только ради себя. По алхимикам растения растут вглубь. То есть наша задача ускорить экстенсивно рост металлов. Короче говоря, гравий на дорожке, снег на улице, булыжник с точки зрения алхимиков это будущее золото. Человеческая природа это будущее золото. Камень с точки зрения алхимиков станет золотом через тысячелетия. Вопрос в том, как ускорить, чтобы этот камень стал золотом. Вопрос в том, как ускорить, чтобы человеческая природа, которая может через тысячелетия только станет золотом, стала золотом уже сейчас. Поэтому алхимию называют опус контрнатурам. Дело не против природы. Потому что оно против природы. Оно с помощью огня ускоряет рост нашей и внешней природы. А зачем она это делает? Ради некой вселенской или всеобщей цели. Поэтому там золотая цепь у Майоринка есть в романах. Поэтому очень правильно, что алхимия это крайне бесполезное понятие. А я скорее вот здесь говорю о том, как собственно говоря технологически к ней приблизиться. Потому что сказано про алхимию, кто к ней ближе всего, тот к ней дальше всего. Чем окольнее к алхимии подбираться, тем можно в каком-то смысле к ней стать. Это всегда изувилистая тропа. Это всегда то, что запятой. Но это технологически инструментально, как можно приблизиться к этому понятию. А если вы приблизитесь к этому, вы сразу это поймете. Что вот это это что-то оттуда. А можете поймете это? Вот Рильке например отказывается в какой-то момент от психоанализа. Как и Линч. И после ужасного периода его творчества, ужасного смысла тяжести, десятилетнего. Он пишет цикл «Дуинские легии», где в самом конце этого цикла, после чего он считал свою работу полностью завершенной, он пишет о созвездиях. О некоторых его личных созвездиях. Созвездия всадника, созвездия кувшина, созвездия матери. Это его созвездия. тем не менее они становятся уже всеобщими. Это самость определенного. Сказать, что это общая самость, это не изображение подобного. Сказать, что это его личная самость, тоже нельзя сказать, потому что когда он это пишет, в творчестве становится универсальным. когда мы проезжаем Средиземное море, мы наблюдаем за горами с точки зрения Игомера в том числе. Это для нас не просто горы. В Скандинавии мы видим все через фьорды, через призмы, через призмы всех этих, даже Парагюнта или Ипсона. То есть когда мы идем в МФЦ и сталкиваемся с каким-то кошмаром, мы называем это кошмарами Кавки. Когда мы сидим на даче, просят сравнения Чехова. Что это такое? Мы называем что-то экспрессионизм, что-то Эдварг Мунк Крик. То есть мы наблюдаем мир через, как мне кажется, через призму различных, созданных самостей различными людьми. Лакан говорил, что Фрейд это литература, это опыт литературы. Сейчас в 21 веке мы можем на все смотреть через видение какого-то мира. Вот создание этой самости и личностной, и универсальной, как мне кажется, оно может обогатить вообще человечество, в смысле взгляда на мир совершенно другого, абсолютно другого. книжи, «Израя» «Израя»